Здравствуйте! Вы смотрите медицинскую программу в студии Софьи Ковалевской. Сегодня наш гость – главный кардиолог Министерства здравоохранения Оренбургской области Андрей Петрович Шатилов. И мы будем говорить о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Андрей Петрович ответит не только на мои вопросы, но и на вопросы телезрителей, а также пользователей интернет-портала Орин.Информ. Итак, мы начинаем. Во-первых, здравствуйте, добрый вечер. Спасибо, что откликнулись на предложение прийти в гости нашей программы и поговорить очень обстоятельно о том, что волнует, поверьте, очень многих, и себя не исключая в этом смысле. Сразу хочу перейти к вопросам, которые заранее пришли на сайт в ваш адрес. Тамара Иванченко любопытствует. Вот все говорят, что болезни сердечно-сосудистой системы занимают первое место и в структуре смертности, и в структуре заболеваемости. Кстати, очень грамотный вопрос. Какова статистика по Оренбургской области? Вот с такого общего вопроса можем мы начать наш диалог? Да, конечно, болезни сердечно-сосудистой системы занимают лидирующие позиции не только в России, в Оренбургской области, но и во всем мире. К сожалению, это большая проблема для всех жителей планеты, и как в структуре заболеваемости, так и в структуре смертности. В России, и так же, как и в Оренбурге, это более половины случаев смерти, к сожалению, это от болезни системы кровообращения. Естественно, это инфаркты, инсульты на первом месте, ну и потом уже более редкие состояния, которые могут тоже привести к смертельному исходу, если вовремя не обратиться к помощи врача. При активном участии правительства России, Минздрава России, Оренбургской области, при участии всех лечебных учреждений, все слышали, что работает активно сосудистая программа, все-таки наблюдается небольшая тенденция, по крайней мере, у нас в области стабилизации состояния в разрезе смертности и заболеваемости. И мы за многие годы имеем небольшое, но все-таки снижение и общей смертности, смертности от болезней системы кровообращения. Орск подключается, Андрей Петрович, к нам. Анна спрашивает, какие болезни сердечно-сосудистой системы в основном преобладают? В прошлом году в Оренбургской области было зарегистрировано более полумиллиона случаев или больных, которые страдают болезнями системы кровообращения. Сюда входит не только гипертония, ишемическая болезнь сердца, сюда входят и ревматологические заболевания, сюда входят и болезни церебровоскулярной системы, то есть это больше неврологического направления, такие как инсульты, энцефалопатия, сосудистые. Но, допустим, артериальная гипертония, она может рассматриваться как и само по себе заболевание, болезнь системы кровообращения, и как фактор риска других болезней системы кровообращения. У пациентов с артериальной гипертонией у нас в Оренбургской области более 200 тысяч. Больных с ишемической болезнью сердца, довольно-таки самое, может быть, и грозное заболевание, самое распространенное заболевание среди болезней системы кровообращения, более 120 тысяч. Слышал о том, что болезнями сердца больше всего страдают мужчины. Это действительно так? К сожалению, да. Если брать все факторы риска, которые могут привести к развитию болезни системы кровообращения, ишемической болезни сердца, к сожалению, мужчины имеют риск получить то или иное заболевание примерно на 10 лет раньше, чем женщин. Поэтому, в принципе, один из факторов риска развития болезни системы кровообращения является возраст. Старше 40 лет мужчины должны обязательно проходить полную диспансеризацию и обследование. На самом деле, после 40 критический возраст. А женщины уже старше 50 лет, тогда у них риск развития заболеваний намного выше, чем до 50 лет. Поэтому 10 лет разница, которая доказана всеми исследованиями и признана во всем мире. К сожалению, вот такая цифра есть. Но к 40 годам мужчины набирают уже и пивной животик, и особый роман у них с алкогольными напитками и с никотином. Это все влияет все-таки? Это все факторы риска, которые ускоряют развитие или повышают риск развития заболеваний гипертонии, ишемической болезни сердца. Это курение, это алкоголь, возраст назовем так, это ожирение, это малоподвижный образ жизни и нерациональное питание. Питание когда придется, где придется, ну и сколько. Так что Николай, слух о том, что болезнями сердца больше страдают мужчины, вот со слов доктора подтвердили ваше предположение. Ирина П. спрашивает, часто слышу о том, что болезни сердца помолодели. Что это такое, с чем это связано? Такую тенденцию мы тоже наблюдаем. К сожалению, даже 10-12 лет назад, когда мы активно начинали заниматься аритмологией в областной клинической больнице, для нас пациент, скажем так, 30-40 лет, это была казуистика. Сейчас и молодые люди страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ишемической болезни сердца, инфаркты очень сильно помолодели. У нас уже в течение года работает региональный сосудисцентр на территории областной клинической больницы. И мы очень часто видим инфаркт 38-40 лет, это уже не казуистика, это уже 10-15% нашего контингента, к сожалению. Очень многое, к сожалению, да, Андрей Петрович, очень многое. Оксана очень просит вас напомнить главные факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Мы их немножко уже коснулись. Давайте суммируем так, чтобы у людей осталась вот эта информация навсегда. Фактор, дело в том, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, это не только фактор риска, но это еще и образ жизни. И они, к сожалению, идут очень плотно друг с другом. Поэтому, о чем мы уже говорили, это лишний вес, это как фактор риска, то есть ожирение. Это повысший уровень холестерина, гиперхолестериномия. Это малоподвижный образ жизни. Это нерациональное питание. Как уже вначале мы говорили, артериальная гипертония может быть как самостоятельным заболеванием, так и фактором риска развития инфаркта, инсульта. Если говорим про сердечную систему, то это только инфаркты, допустим. Естественно, еще из факторов риска можно перечислить, отнести к факторам риска, это алкоголь, курение. К сожалению, это все наши, так называемые, злоупотребления или злостные привычки, это все факторы риска. Вы заговорили о лишнем весе, и тут же появился вопрос, связанный с этим, от Маргариты Павлюченко. Лишний вес вы назвали одним из факторов риска. Как определить вес, лишний или нет? Раньше существовало много методик, есть простые методики определения лишнего веса или нормальной массы тела. В настоящее время используется такое понятие, как индекс массы тела. Довольно-таки простая схема определения. Индекс массы тела, скажем так, рассчитывается так, берется вес пациента и делится на рост в метрах квадратных. И получаются определенные цифры. Если у нас цифра до 25, индекс получается, то это, в общем-то, нормально, ничего. Здесь нет плохого пациента, может, или человека, который решил определить, есть ли у него этот фактор риска или нет, не беспокоится, скажем так. Если уже до 30 индекс повышается, то это уже избыточная масса тела. Причем, следующее добавление каждые 5 единиц в этом индексе, это уже ожирение. Первое, второе, третье, естественно, фактор риска, ожирение как фактор риска по степени увеличивается, как легкий, средний, высокий, очень высокий, как фактор риска. Ну, а вообще, вы так вот наблюдаете, в основном люди с лишним весом? Много очень людей, которые страдают излишним, излишней массой тела. И, к сожалению, многие не осознают те проблемы, которые у них вследствие этого могут возникнуть. Особенно это касается даже молодых. Пока молодые, считают себя здоровыми и, как бы, пользуясь часто такой пословицей, как хорошего человека должно быть много. Но не в данной ситуации, к сожалению. Поэтому сейчас эта проблема более актуальна становится. Почему? Потому что очень много появилось пунктов питания, быстрого питания, фастфуды, которые очень калорийные. И когда дети, молодые люди на бегу перехватывают, к сожалению, это вот приводит неизбежно к излишней массе тела. Ну, еще раз обратимся к вопросам наших зрителей, которые заранее отправили их на сайт. Светлана Курманаева спрашивает у вас, пожалуйста, озвучьте нормальные цифры артериального давления. И они что, для разных возрастных групп разные? Нет. Для всех цифры, нормальные цифры артериального давления, они для всех одинаковые. Есть определенные группы заболеваний, при которых есть определенные, скажем так, поблажки, когда можно допустить больше немножко цифр давления, но это больше касается неврологии. Если брать основную популяцию людей, пациентов, то до 130 на 90 – это нормальные цифры артериального давления. До 140 на 90, на 100 – это допустимые, максимальные, или они называются повышенно нормальными цифрами. Немножко, скажем так, сочетание слов не очень хорошее, но назовем это как допустимые. Но 140 на 90 или на 100 – это уже повод задуматься о том, что что-то не так, и уже начать обследование для того, чтобы выяснить, какие проблемы, может быть, приводят к повышению максимально допустимых цифр давления, для того, чтобы предотвратить дальнейшее развитие заболевания. Ну, в общем, давление 120 на 80 – идеальный вариант, да? 130 на 90 – терпимый, 140 на 90 и 100 – немедленный сигнал к тому, что нужно проходить обследование у специалистов. Спасибо. Артем из Иренбурга спрашивает. Научите, пожалуйста, как правильно измерять артериальное давление. Есть определенные правила, по которым должны измеряться артериальное давление. Если мы говорим, скажем так, о первой попытке измерить артериальное давление, независимо, каким способом мы измеряем автоматическим тонометром, либо механическим тонометром, обязательно надо найти поверхность, стол назовем это, ну, как мы примерно сидим, для того, чтобы это был не очень низкий стол. Должен пациент, человек, приготовить тонометр, манжету на руку надеть и 5 минут посидеть, отдохнувши. Затем происходит трехкратное измерение давления на каждой руке с интервалом в одну минуту. На правой и на левой руке выбираем среднее значение после трехкратного измерения с интервалом в одну минуту. И на той руке, на которой давление окажется выше, вот эта рука и должна быть, скажем так, объектом последующих измерений артериального давления. То есть мы уже не будем в следующий раз измерять на правой и на левой, мы выбрали руку, на которой больше давления, и всегда на ней уже измеряем. Если говорить, как измерять, очень многие пациенты с утра проснувшись сразу встают и бегут к тонометру. Это не совсем правильно. Нужно, проснувшись, минут 30 уделить себе внимание, то есть это сходить на кухню, умыться, побриться, туалет. Возможно завтрак, только после этого измерять давление. Потому что утренний подъем давления физиологичный. Поэтому вскакивать, сразу бежать, измерять давление и на это ориентироваться, это не очень правильно. Ну и если в течение дня пациент или человек хочет измерить себе давление, те же самые правила. Нужно измерять давление после 5-минутного отдыха. На той руке, на которой для себя уже определили, что это рука с максимально высоким давлением у данного человека. На нее будем ориентироваться. Андрей Петрович, вот Нина из Новосергиевки уточняет, а как часто вообще в течение дня нужно измерять давление? Ну, таких рекомендаций жестких, что нужно там 5, 10 или 3 раза измерять давление, нет. Но мы все-таки рекомендуем, ну, как минимум трехкратное измерение. Это утром, перед тем, как принять таблетки, перед тем, как выйти на работу или по каким-то своим делам, для того, чтобы знать, какие цифры давления, или, может быть, добавить к препаратам, уже имеющимся, что-то дополнительное, для того, чтобы быть спокойным дальше. В обед можно в обеденный период померить, для того, чтобы убедиться, что цифра давления допустима или нормальна. Но вечером перед сном это, наверное, будет оптимально. Каждые 5 минут, каждый час мерить не нужно. Это вызывает порочный круг нервозностью пациента, у человека. Зависимость определенная. Да, страх повышения давления, а все-таки какие-то стрессовые воздействия. Это в любом случае потенцировать будет давление. Поэтому увлекаться этим тоже не надо. И раз уж мы заговорили о тонометрах, Аркадий Зорско спрашивает, какие тонометры лучше, электронные или механические. А я бы добавила, вот какова погрешность в шкале у электронных и механических тонометров? Дело в том, что если тонометры продаются, они должны быть сертифицированы, они должны пройти контроль измерения. И по большому счету разницы между измерением давления электронным или механическим нет. Единственное, какая может быть разница при разных формах аритмии, скажем так, наиболее распространенные автоматические тонометры, назовем их недорогие, они будут давать погрешность. Поэтому если есть разные формы аритмии, то лучше пользоваться механическим тонометром. Либо же есть сейчас тонометры, которые имеют двойной контроль и автоматические. Но здесь цена, к сожалению, очень высока, и не каждый себе сможет позволить такой тонометр. В общем, надо сделать тонометр своим другом и как-то приспособиться к этому аппарату. Ну и обязательно помнить о том, что один тонометр не должен служить 10 лет. Даже если он у вас в хорошем состоянии, надо сдавать его периодически в медтехнику, как минимум раз года, для того, чтобы они проходили контроль. Спасибо большое. Не знаю, есть ли у нас вопрос подобного толка, но свой, во всяком случае, понесу. Я так думаю, Андрей Петрович, что Татьяна Титова вплотную столкнулась с той проблемой, о которой мы сегодня говорим. Вопрос очень обстоятельный, чувствуется, что наболевший. Итак, Татьяна спрашивает, есть ли в Оренбурге кардиологический центр, где можно пройти полное или частичное амбулаторное обследование сердечно-сосудистой системы. И проводятся ли в Оренбурге операции типа орто-коронарного шунтирования? И немаловажный вопрос, бесплатно или за деньги? Как такового кардиологического центра в Оренбургской области нет. Но у нас, скажем так, в городе очень достаточно, скажем так, кардиологов, которые могут провести скрининговые обследования для того, чтобы определить, есть какие-то те или иные проблемы, скажем так, в начальном своем этапе исследования данной проблемы. Значит, следующим этапом, если кардиолог решает, что здесь есть какие-то значимые проблемы, которые невозможно, скажем так, решить медикаментозным способом или нужны какие-то более высокотехнологические методы обследования, следующий этап у нас в области – это областная клиническая больница. На базе которого есть, в общем-то, максимально возможные на сегодняшний момент и методы обследования, и функциональные возможности, и отделения, в том числе рентгенхирургических методов диагностики и лечения, где можно провести исследование сосудов сердца. В том числе в настоящее время это один из самых достоверных методов диагностики проблем с сосудами сердца. И есть кардиохирургическое отделение, которое выполняет операции как при врожденных пороках, так и приобретенных, это ревматические пороки, аортокоронарное шунтирование. В общем-то, весь спектр помощи больным сердечно-сосудистой патологии у нас в области выполняется, в областной клинической больнице. Все это выполняется бесплатно жителям Оренбургской области, потому что это, скажем так, программа бюджетная, это финансируется из бюджета Оренбургской области. У нас есть и федеральные квоты, мы можем, в принципе, принимать и пациентов из другой области. Но всегда идет на первом плане у нас жители города Оренбурга и Оренбургской области. И, естественно, это бесплатно. На этом все. Берегите себя и своих близких. Нашу программу также можно посмотреть на сайте orininform.ru. И ровно через неделю я вновь с огромным удовольствием скажу вам здравствуйте. Здравствуйте. Субтитры подогнал «Симон»